хей оу гэй с вами шимики и сегодня мы поиграем в игруху под названием тройным ну что не знает точно как и назвать ну называть стройн д р ой н е правильно это было до новая игра опыт уровень хранену ну давайте сюда подтвердить легкость пускай будет нормальная давным-давно в далеких при далеких землях стояла процветающее королевство но спокойная жизнь не могла длиться вечно со смертью старого короля так и не оставившего наследника королевство погрузилась в хаос жажда власти в равной степени ослепила воинов и волшебных новые короли возвышались и погибали ежедневно но безумие людей вскоре оказалось в тени куда большего зла магия когда-то приносившая жизнь и удачу превратилась в нечто зловещее один за другим могила за могилой начали оживать мертвые повинуясь энергии что росла и крепла с каждой новой ночью цепи ужаса сковали королевство и вскоре жители покинули но события которым было суждено изменить ход истории уже начались на задворках королевства неподалеку от астральной академии воровка притворяла в жизнь свой хитроумный план она узнала о древнем предмете огромной ценности в астральной академии оставшийся лицом к лицу с ужасным врагом не было никого кто мог бы защитить сокровище время было выбрано верно все шло как по маслу она добралась до замка и вскоре в ее руках окажется так сильно желаемое сокровище я смотрю сейчас управление а кнопочка вверх это тоже прыжок двойной прыжок отсутствует ну игра пока что мне нравится говорят сразу игра старенькая поэтому как-то так пол я хотел просто туда внутрь войти там ловушка оказалась на самом-то деле классно поскачиваем ся тогда готова какой шанс того что он на меня упадет почему ты не выстреленного прыжки короче не может стрелять я бы смог ага то есть она стреляет только в порт она только в боке стреляет луна ласково улыбалась глядя как воровка пробирается в святыню древнего сокровища странно но даже защитные амулеты вокруг святилища пропустили и и не причинив вреда нифига себе тут всего вот она дотронувшись до сокровища воровка ощутила странное покалывание вскоре она поймет что это было прикосновение самой судьбы неизвестные воровки волшебник как раз проснулся взглянув в подзорную трубу он увидел ужасную армию нежити умирать ему очень не хотелось клянусь своими штанами надо убираться отсюда он изучал звезды и очень старался выучить заклинание огненного шара которое должен знать каждый волшебник конечно все было не так видите ли волшебник имел определенную известность у женщин и на самом деле занимался созданием зелья липового огненного шара которое бы произвело впечатление на дам но зелье взорвавшись вызвало лишь двухнедельный сон а что я это делаю допустим о нифига себе ладно вам я думаю привыкли к всему этому уймем она заканчивалась оказывается а слышь там зелья там зелья тихо Киштяк. Далиманы. Тихо, не падай на меня. Эх, ладно. Я могу толкать объекты. Зачем оно мне надо? Так, нарисуйте курсор. Квадратом. Ого! Я могу рисовать. Ну, кубы я замечу одинаковые. Я могу только один сделать. Волшебник заметил сияющий свет, исходившее от святилища. Веками никто не входил туда. Вход охраняла древняя магия, защищавшая нечто, лежавшее внутри. О, скажите, красавица, откуда столько боли в вашем прекрасном лице? И что это вы держите? Как вы сюда попали? Волшебник дотронулся до руки воровки, затем до предмета. Его рука прилипла. Что? Что это еще за фокусы? На этот раз магия заинтересовала волшебника больше, чем что-либо еще, кроме разве что страха за свою жизнь. А вот кое-кто неподалеку был только рад испытаниям. На другой стороне академии рыцарь оттачивал свои навыки, чтобы сразиться с нежитью и доказать, что он достоин вступить в ряды королевской армии. Между нами он не вполне понимал значение слова «нежить», зато это был шанс стать храбрейшим из воинов. Рыцарь чувствовал, что в это тяжкое время его долг – защита академии. Он высматривал что-либо необычное. Да, мы можем ломать это. Но я чувствую, кем я буду играть. Лучка не так, но, скорее всего, если они так говорят, что типа... Они еще не знают, что было бы, что будет. Дели? Я не знаю, зачем это нужно, на самом деле, но... Если надо, то надо собирать. Тогда мне не запрыгнуть, на самом-то деле. Хотя... Если я мечом достану... Значит, я туда тогда тоже мог забраться, да? Забрать. Чё такое? Пожесть, я зря ударил. А чё овощи? Ну, короче, походу, если он даже не значит, что нечего, то еще он немного глуповатый. Рыцарь заметил слабое сияние, исходящее от древнего святилища. Что это? Вор? И сегодня день славы для рыцаря? Он дал клятву себе защитить Академию и святилище. Чё тут вообще такое? Рыцарь подошел и крепко схватил предмет с третьей стороны. Так, как способен лишь могучий воин. О, нет. Это не сулит нам ничего хорошего. Солить хорошее? Чё ты сказал? Вспышка света озарила двор. Волшебник, воровка и рыцарь просто исчезли. Кое-что скажу сразу. Всего три части. Первая, вторая и третья. Наших новых героев захватило действие загадочного предмета. Волшебник пытался припомнить всё, что знал о святилище и хранившемся в нём предмете. Мысли его метались между древними сказаниями и легендами. Наконец, волшебник вспомнил. Древнее сокровище было устройством, способным связывать души. Это она во всём виновата. Нам нужно это... арестовать её. Она стырила сокровище короля. Ты хоть слово понял из того, что я сказал? Это не сокровище. Это древний предмет Траен. Я уверен, что он связал наши души. Мы скованы вместе. Но она... Воровка продолжала молчать. Она ждала подходящего момента для бегства. В идеале с сокровищем и без пары идиотов. Думаю, я знаю, как мы сможем использовать это устройство для наших нужд. Минить персонажа. Минить это он. Двойка. А, что мне интересно, вот это что? А, ну да, я же рассказал. Первую часть я еле нашёл на самом-то деле. Так, давай. Подвигаем. Подвигаем, подвигаем. Тихо-тихо. Вниз. 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 Что? Ха-ха-хэ. Им не напугать меня. Защищайся. А почему тебя, слышь? Ну ладно, я же за него хотел и хранить. Что? О, чёрт. Что же это я вляпался? Теперь нам нужно найти способ снять заклятие. Гробница стража в катакомбах может хранить ответ на наши вопросы. И она не так уж далеко. Но она более высоко всех прыгает, поэтому... Чувствую, мне всё равно это нужно будет доставать все. Без магии можно было это сделать. Воу-воу-воу. Знаешь что? Я тоже как бы могу пулять. Ну конечно не допуливаю. Допулинол. Повыше возьмём. Убил. Ну на самом деле это, знаете, немного даже логическое, мне кажется, игра. Или нет? Что это за... А, это типа сохранялки. Я понял. О, так мы можем так делать, оказывается. Что вы мне представляете? Предлагаете, представляете? Как мне двигать эту херойну? Да уж ладно, допустим, помещу туда этот предмет. Ага, там решётка. Окей. Здорово, головоломки. По-самому-то деле... Можно вот как сделать. Блин, не-не-не. Сейчас покажу. Чёрт. Как мне тогда это дело провернуть? Потому что я лично не знаю, как её двигать. Как мне тебя передвинуть? Там ухватиться не за что. Я туплю. Да, я туплю. Ух. рождать я нельзя ё-моё я про много забыл я про тебя уже и забыл я забыл про его магические способности а там ничего не было было получено единица опыта иди конечно какая у него у нее способность допустим я нею у него просто отлично отлично и все а это наш опыт значит блин пока теперь думай они одинаково прыгать по высоте не одинаково прыгают одинаково прыгают еще они страшно легко комары забыли кусать елка нормально только то что он вот метко стрелять мне это не нравится праха его придавила ай-яй-яй так во первых вам нужно попасть поднимись поднимись мне нравится то что я могу вот так вот делать отлично а где мой маг а ты как все как и как вы я ищу то что принадлежит мне тут ни хера окей об об можно было просто с помощью лучницы все это сделать ага отлично да попаду чёрт расшатываемся чёрт и луч а это решетка была будет обидно если кто-то из них сдохнет классно придется хилить рыцаря отменяется рыцарь подождет тёлки нужны ладно и так сойдёт откуда я знал что а он всех хилит это хорошо окей черт не она будет получше как герой грохну их короче давай 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 поехали понятно наверх ага у нас типа моста вот тут еще что то есть я скоро апнусь по сути интересно что мне дадут увеличит хп так там кажется кнопка была поэтому или нет я тут не было кнопки много врагов то есть мах вообще туда не сюда вот там что за что то зацепилось ништяк спасибо что отхилили моего рыцаря там научиться переключаться между персонажами и все будет окей в самом-то деле здесь сложности нет так ладно поехали мысли блядь давай 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 карабкайся молодец стим зараза да да пока у нас еще время есть за что там схватился и там 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 Я могу отскакивать от сен? Нет, не могу. Блядь. Тихо. Блин, как? Блишком сложно. Ух. Наконец-то. А теперь думать здесь. Нет. Ух. Ну нахер. Ну у вас нахер. Изи, новый уровень. А, я могу только на одном, да, расположить? Опыт, уровень. Опыт, враги. Так. Волшебник способен создавать особые магические ящики. Размеры в каждой ящика можно задать в процессе задания заклинания. Так, отнимайте части энергии волшебников. Вначале волшебник способен поддерживать и существовать только одного ящика. Следующий уровень позволяет волшебнику поддерживать два ящика одновременно. Воровка. Лучница профессионал способна быстро расправиться с врагами на рассоянии. Ее стрелы также способны разрушать слабые объекты. Следующий уровень позволит выпустить из лука сразу две стрелы. Так, в рыцаре есть щит и мечи красный и капитанский плащ. Он полностью готов к битве. Следующий уровень дает рыцарь 5% нанести критический удар. Взрыв. Тройное повреждение. Адам. 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 Преимущество. Преимущество кому? Здоровье. Так, стоять. Здоровье здесь будет побольше. Да? Нет, у всех одинаково. Только... Да, у всех все одинаково. Давайте я и лучницу лучше прокачаю. Цена 2. Цена 1. Ага. Ну, лучница, мне кажется, будет повеселее. С этим-то ладно. Ладно, я прокачаю дальше. Так, ладно, мы, в принципе, сохранились. Можно здесь остановиться, я думаю. Ладно, давайте я. С этим разберусь. Открываем. Что нам выпадает? Какое-то кольцо нам выпало. Ладно, и в принципе, у нас все сохранилось. Давайте тогда здесь и останемся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.